приветствую всех друзья сегодня речь пойдет про уникальный высокоточный токарный станок американской компании harding действующая с 1890 года модель хлв производилась как в великобритании где она обозначалась как type kl1 так и в сша и имела большой успех ее покупали в большом количестве для использования в инструментальных цехах университетах и правительственных исследовательских центрах а также в компаниях занимающийся точным машиностроением легко обогнав своего британского конкурента кромвелл этот тщательно продуманный и великолепно выполненный токарный станок стал настоящей классикой хотя он больше не производится последние экземпляры были изготовлены в 2015 году а несколько копий все еще производится на тайване станок способен вознаградить оператора не только превосходной точностью и способностью производить исключительно тонкую отделку поверхности но и простотой использования которое является предметом зависти токарей ограниченных более обыденными станками изготовленная из тщательно отобранных и обработанных материалов широкая станина коробчатого сечения не имела ослабляющих щелей и зазоров и несла съемную направляющую которая была закалена отшлифована и смазана под давлением с помощью ручного насоса седло было оснащено тефлоновым опорными покрытиями мало того что станина была изготовлена с огромной тщательностью и вниманием к деталям она была закреплена на трех сферических самоцентрирующихся шайбах двух на головной части и одной на задней что обеспечивало бездеформационное крепление болтов к сварной стальной стойки шкафа на правом конце стойки был установлен шкаф имеющий в верхней части два выдвижных лотка для цанг и две полки под ними массивный по отношению к своей мощности hlv h работает настолько плавно что монета лежащая на бабке остается неподвижной пока включается двигатель и делается приличный надрез в нержавеющей стали хотя сейчас на смену пришли более современные методы в прошлом для проверки соответствия всех бабок строгим стандартом установленным заводом использовался тест партия готовых узлов размещалась на стенде каждая из которых имел плоский алюминиевый шкив закрепленный на конце шпинделя на шкив был накинут один плоский ремень и весь узел приводился в движение электродвигателем в течение 30 часов при 3000 оборотов в минуту опытные профессиональные пользователи токарных станков хардинг hlv сообщает что токарный станок способен работать десятки тысяч часов без какого-либо внимание к бабке один инженер имеющий более чем 40 летний ежедневный опыт работы с этой моделью утверждает что никогда не заменял подшипники система трансмиссий с бесступенчатым изменением передаточного числа с электрически управляемыми расширяющими и сужающим шкивами обеспечивала скорость движения вперед и назад от 125 до 3000 оборотов в минуту и включала сверхнадежный переключаемый автоматический тормоз с электромагнитным приводом главное электрическое управление было установлено на стойке шкафа и состояла из кнопочного стартера приключателя прямого и обратного хода и индикатора включено регуляторы скорости расположены в удобно расположены консоли на бабки состояли из одной кнопки быстрее и одной медленнее выключателя тормоза и регуляторов охлаждающей жидкости вертикальное окно обеспечивала индикацию скорости вращения шпинделя хотя ранее версия токарного станка произведенная великобритании имела обычную резьбовую головку американская версия имела головку с конусом 4 градусов причем оба типа были правильно закалены и отшлифованы патроны поставляемые компании хардинг имели встроенную заднюю пластину соответствующую носовой части шпинделя что уменьшалось весы и позволяла максимально использовать межцентровое расстояние станка в течение многих лет поставлялись патроны различных марок хардинг никогда не производила свои собственные включая на ранних моделях оснащенные легко читаемыми черно-белыми циферблатами подач как верхний так и поперечные салазки двигались шелковистой плавностью а силовые скользящие и наплавочные подачи были оснащены муфтами включения направляемыми кончиками пальцев муфты были фрикционного типа и подпружинены они не регулируются и любой признак проскальзывания свидетельствует о том что режущий инструмент затупился или станок перегружен при обычном не винторезном точении седло продвигалась вперед с помощью электродвигателя с регулируемой скоростью встроенного фартук и управляемого распределительным устройством установленном на задней бабке тот факт что скорость вращения шпинделя бабки и скорость продвижения инструмента могли регулироваться индивидуально означал что хотя начальная настройка могла быть на уровне одобренном учеником ее можно было при необходимости изменить путем экспериментов пока не была достигнута идеальная настройка для конкретной работы еще одним важным преимуществом привода было то что он уменьшал количество зубчатых колес участвующих передачей мощности зубчатые передачи являются не лучшие решения для обработки поверхности они вызывают вибрации которые хотя обычно скрыты в шероховатости обычного точения становятся гораздо более очевидными в воле тонкой отделки которую способны производить высококачественные токарные станки для токарей привыкших к трудностям нарезание винтов на обычных токарных станков например нарезание с точностью до нескольких сантиметров от уступа или в глубокой выемке приспособление на клв казались ничем иным как волшебство станок можно было настроить на автоматическое отключение винтовой нарезки в любой заранее заданной точке и диск каждый раз выпадал безупречно и точно при этом ведущий винт и зажимная гайка оставались зацепление и оператору оставалось только вернуть инструмент в исходную точку передвинуть ближе к заготовке режущий инструмент и снова включить привод еще одной интересной особенностью конструкции клв является возможность одновременной поперечной и продольной подачи что позволяет получить идеальный 60 градусный конус стандартная резцедержка оснащена винтовым кленовым механизмом предназначенным для быстрой установки высоты режущего инструмента сохраняя при этом важнейший компонент успешной токарной обработки жесткость инструмента на каретке была установлена система принудительной смазки управляемая плунжером установленным на задней верхней части седла и справа от поперечного суппорта поднимать и отпускать плунжер несколько раз в течение рабочего дня было достаточно чтобы поперечные салазки и пути из станины были смочены маслом фартук с двойными стенками и муфты имели отдельную подачу масла уровень которого должен был поддерживаться на уровне половины линий на смотровом стекле установленном вертикальной поверхности седла на конце расположенным удлиже к бабке а 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 и а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok